Депутаты и сенаторы ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким рабочим визитом находятся в Херсонской области. Встреча с руководством региона началась с минуты молчания в памяти трагически погибшим накануне заместителя губернатора Кирилля Стримаусови. Леонид Слуцкий от лица партии выразил соболезнования главе региона Владимиру Сальдо и высоко оценил заслуги его погибшего коллеги. Лидер ЛДПР отметил, что несмотря на то, что в Херсонской области сейчас сложное положение, поездку переносить не стали. Люди нуждаются в поддержке. Делегация приехала не с пустыми руками. Депутаты привезли с собой медикаменты, в которых нуждается клиническая больница Геническо. А местная школа получила партию ноутбуков. Мы находимся в Геническе, в Херсонской области. Рядом со мной губернатор Херсонской области Владимир Васильевич Сальдо. Сегодня мы работаем здесь представительной делегацией партии ЛДПР. В ее составе депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации проговорили большой круг вопросов. Сейчас, как никогда, жители Херсонской области нуждаются в нашей поддержке. Друзья познаются в тяжелой ситуации. И именно сейчас мы должны быть здесь. Должны работать не ради политики, а ради благополучия людей, которые на нас рассчитывают. Которые являются такими же гражданами России, как и все мы. Что касается партии ЛДПР, партии конструктивной оппозиции, мы настроены на постоянную работу на Херсонской земле. Работу с людьми. Были в школе. Мы были в центральной районной больнице Геническое. Мы были в одном из пунктов временного размещения тех, кто в ближайшее время обретет там комфортное жилье. Будем в этом участвовать. Будем решать те вопросы, которые стоят перед Херсонщиной сегодня. А политика – это уже потом. Наша главная задача – помочь людям. Наша главная задача – решить те проблемы, которые стоят перед Херсонщиной сейчас, при вхождении в зиму. И с учетом всех факторов сегодняшнего дня. Мы заехали также с Владимиром Васильевичем Галине Валентиновне, маме покойного Кирилла Стремоусова, человека уникального, незаурядного, настоящего патриота России, который трагически ушел из жизни. Мы будем поддерживать тесную связь с семьей. А самому Кириллу – царствие небесное и вечная память. Действительно, память об этом уникальном светлом человеке навсегда сохранится в наших сердцах. Государственная Дума одобрила в первом чтении уголовную ответственность за нарушение работы коллекторов. Предполагается, что за угрозой применения насилия наказание составит до 10 лет лишения свободы. Рассмотрен законопроект об уголовной ответственности за незаконную деятельность в связи взыскания долгов с физических лиц. Фактически, это уголовная ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Происходит ужесточение наказания за эту деятельность. Там вводятся штрафы порядка 500 тысяч и исправительные работы. Далее, по значимости, 5 лет лишения свободы. А особо ретивам и людям, которые действуют в составе группы ЛИС, 10 лет лишения свободы. Мы в ЛДПР постоянно выступаем за запрет коллекторской деятельности полностью. В 2014 году мы вносили законопроект о запрете коллекторской деятельности. К сожалению, в 2015 году данный законопроект отклонило думское большинство. И что мы сейчас имеем? Коллекторы нагло продолжают терроризировать наших граждан. Сегодня мобилизованные освобождаются от взыскания задолженности по исполнительным листам. А коллекторы продолжают долбить их семьи, угрожать их семьям и выбивать эти долги, которые фактически сейчас заморожены. Поэтому мы считаем, несмотря на то, что поддержим, конечно, ужесточение наказания за эту деятельность, мы считаем, что коллекторскую деятельность надо полностью запретить на территории Российской Федерации. И тогда вот этого беспредела не будет. За последний год на дорогах России существенно выросло количество камер видеофиксации и нарушений скоростного режима. Большинство из них – мобильные комплексы на треногах, которые размещаются временно и в самых неожиданных местах. Никак не обозначены дорожными знаками и часто скрыты из поля зрения водителей. Камеры фиксируют нарушения ПДД, водители получают письма счастья и вынуждены платить штрафы. Существует презумпция невиновности. Но в административном кодексе 12-я автомобильная глава, она выведена из-под понимания презумпции невиновности. И собственник транспортного средства привлекается к административной ответственности, если право нарушения зафиксировано комплексами фото- и видеофиксации. Но мы давно боремся с камерным беспределом. Мы понимаем, что огромное количество камер, которые сегодня работают, и тот камерный беспредел, который творится, это не борьба за безопасность дорожного движения. Это зарабатывание денег для местных бюджетов и возможность дополнительного заработка для тех, кто занимается программным обеспечением, разработкой комплексов фото- и видеофиксации. Мы наблюдаем, как комплексы фото- и видеофиксации появляются абсолютно нерегламентированно. Они стационарные, если установлены, там порядка больше. А комплексы, которые мобильные, их устанавливают. Очень часто привлекают к ответственности водителей тогда, когда даже право нарушения не совершается. И водителю проще заплатить со скидкой штраф в 250 рублей, чем ходить и доказывать свою правоту. Мы считаем, что комплексы должны быть только стационарные. Поэтому были подготовлены поправки в административное законодательство с тем, чтобы исключить ту норму, которая позволяет сегодня использовать данные с мобильных комплексов фото- и видеофиксации для привлечения собственников к административной ответственности. Мы вообще за то, чтобы все камеры принадлежали либо государственным, либо муниципальным структурам, но никак не частникам. Сегодня доходит до того, что индивидуальный предприниматель берет в аренду треногу, садится и охраняет ее. Вместо того, чтобы работать в реальном секторе экономики, где сегодня не хватает трудовых ресурсов, он сидит охранником, работает, охраняет треногу, которая установлена непонятно как, настроена непонятно как и привлекает водителей к ответственности за несуществующие правонарушения. Порядка в этом вопросе, к сожалению, нет. А треног таких расплодилось очень много. Поэтому их нужно ликвидировать. Достаточно до стационарных установленных камер фото- и видеофиксации. Сладкое слово «скидка», реальная экономия или маркетинговый ход торговых сетей. Депутаты ЛДПР уверены, кричащие вывески о скидках на витринах чаще всего обман. Магазины лишь создают видимость, увеличивая цену перед распродажами. В итоге люди значительно переплачивают, а это совершенно не соответствует принципам закона о правах потребителей. Проект СЛДПР подготовлен, направлен в проект законов правительства для получения соответствующего заключения. Мы неоднократно давали свои предложения для того, чтобы защитить права потребителей. В данном случае речь идет о покупателях. Ранее мы предлагали закрепить норму, в соответствии с которой покупатель имеет право приобретать товар по той цене, которая указана на ценнике. Порой продавцы пишут одну цену, подходят к кассе расплачиваться, цена оказывается выше. Объясняется это тем, что забыли переклеить ценники. Это недопустимо. Это введение в заблуждение. Кто-то заметил, кто-то не заметил, кто-то заметил потом уже дома. Это обман потребителей, и мы с этим предложили бороться, внеся соответствующую инициативу. И сегодня мы предложили еще одну инициативу. Грядут новогодние скидки, везде уже пестрят ценники якобы со скидками. Мы понимаем, что это тоже порой игра цифр. Поэтому мы подготовили поправки, и мы предлагаем, чтобы обязательно потребители, в данном случае покупатели, информировали о том, какова была динамика цен. Для того, чтобы наглядно покупатель мог убедиться, что действительно скидка есть, а не просто банальная игра цен, когда цену увеличили и указали якобы новую цену со скидкой. Это просто введение покупателя в заблуждение. До новогодних праздников остается совсем немного времени. Однако в этом году стоит воздержаться от увеселительных программ, считают депутаты ЛДПР. Речь о так называемых корпоративах, на которые обычно тратятся приличные деньги. Их лучше пустить на организацию елок и праздничных мероприятий для детей, эвакуированных из зоны боевых действий, а также для детей военнослужащих и добровольцев. Как говорил Владимир Вольфович Жириновский, роль Министерства культуры должна быть наивысшей. И это должен быть главный министр страны. И это не просто слова. Сейчас, когда бои идут не только в окопах, но и на культурном поле, мы видим, как разворачивается наступление на русский язык, русскую литературу, культуру в целом. И без победы на этом поприще мы не одолеем наших врагов. Необходимо обратить внимание на иностранных артистов, признанных иностранными агентами и выступающих против проведения специальной военной операции. Пока наши герои сражаются с нацизмом и русофобией, эти так называемые деятели культуры продолжают зарабатывать деньги на наших гражданах. А что самое главное, транслируют свою деструктивную позицию. Получается очень парадоксальная ситуация. Пока солдаты и офицеры защищают Россию, их дети потребляют контент, созданный на деньги Запада. И что самое страшное, на деньги, которые находятся внутри нашей страны. Деталей выдаваться не буду. И признаны подтачивать страну изнутри и деструктивно влиять, тоже самое страшное, на наше молодое поколение. Эту проблему необходимо решать и разрабатывать совместные законодательные механизмы, которые позволят пресечь подобную деятельность. Раз уж мы знаем этих артистов и источники их финансирования, мы должны лишить их любой возможности не только зарабатывать здесь деньги, но и продолжать оказывать тлетворное влияние на наших детей. И говоря о детях, важно обратить внимание на другую насущную проблему. Близится Новый год. И в его преддверии у нас в стране обычно по всей территории проходят масштабные праздничные мероприятия. Но мир, мы все прекрасно понимаем, изменился. Сегодня, когда идут боевые действия, когда сотни тысяч людей претерпевают чудовищные решения, когда зима подступает к разрушенному Мариуполю, Севердонецку, Илесичанску и многим другим городам, у жителей, которых часто нет ни тепла, ни света, и даже еды, плясать и веселиться на корпоративах – это преступление, это аморально. Все громче слышен голос граждан, справедливо считающих, что новогодние праздники нужно оставить только детям. А вот государственным корпорациям и другим крупным организациям, ну и не крупным, следует отказаться от затратных корпоративов. К этому часу у меня все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Ну а больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube-каналах, а также в Telegram-канале. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok